В день памяти преподобно-мучениц Великой Княгини Лисоветы Иннокени Варвары в Алапаевске состоялось освящение вновь построенного храма во имя святого Александра Невского. Чин освящения совершили митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений, митрополит Челябинский Миасский Алексий и епископ Каменский Камышловский Мефодий, управляющий Алапаевской епархией. Праздничное богослужение началось с Великого освящения Невского храма, который построен в максимальной близости от его исторического расположения. Дореволюционный Дом Божий был заложен 900-летию крещения Руси в 1888 году и являлся памятником архитектуры XIX века. Но в 1930-м храм закрыли, а в его стенах расположился кинотеатр. Позже здание разобрали на кирпичи и лишь спустя 94 года святыню вернули городу. После освящения престола жертвенника и утвари освящается весь храм кождением, молитвой, украплением стен, святой водой и помазанием святым миром. А затем совершается торжественный крестный ход со святыми мощами вокруг храма. И, наконец, первая божественная литургия, во время которой духовенство прихожане и паломники молились покровителю храма, святому Александру Невскому и покровительницам всей Алапаевской земли, преподобно-мученице Елизавете и инакине Варваре. Родимин, гласимый, честно пред Господь, смех преподобных Его. По окончании богослужения митрополит Евгений отметил в своей проповеди, что в этот день родился храм, чтобы в городе Алапаевске и в регионе возродилась жизнь. Мы сегодня надеемся и хотим, чтобы возрождалась наша страна, Отечество, чтобы она становилась красивой, независимой, чтобы наши дети жили счастлива. Но для этого нам нужна сила. Сила денег, сила искусства, сила науки. Может быть, сила, которая пытается извлечь из пней амулетов. Да нет, сила Божия, сила нашего Отца, а сила, которая создала нас с нами. В этом месте сегодняшний день эта сила вновь начала действовать. Как отметил архипастырь, сейчас, когда состоялось освящение храма, здесь будут совершаться богослужения. И архипастырь призвал жителей Алапаевска приходить сюда и молиться, и набираться силы Божией, и благодарить Бога за этот дар. На сегодня в день благодарения Богу, Патриарху, надо поблагодарить тех людей, которым принадлежит идея воссоздания этого храма. Людям, которые совершили проект, новый проект храма Александра Невского. Людей, которые дали средства и немалые средства на воссоздание, создание этого храма. Тех людей, которые потрудились на его созидание и продолжают трудиться. Повыть всех их и наградить. В этот день главный благодетель храма, председатель фонда Святой Екатерины Игорь Алексеевич Алтушкин, был удостоен высшей епархиальной награды – медали за усердные труды первой степени. Были отмечены и строители, и все, кто потрудился на благо Алапаевской епархии. А настоятелю новоосвященного храма, священнику Владиславу Першину, передали уникальную икону, написанную сестрами Новотихвинского монастыря, которые также содействуют созиданию Дома Божия.